Ты, ты, вот, ты мужчина, да, ты, помни, женщина-манипулятор. Что? Мужчина должен быть быдлом. Неоднозначная оценка, мягко говоря. Выйдите на улицу, оглянитесь. Что такое быдло вообще? Ты не быдло? Всё. Не живёшь половой жизнью. Недостоин. Копить деньги на проституток? Да! Влагать деньги. Я-то думал в одиночестве дзюбить. Если вы понимаете, о чём я. Смысл жизни в дырке. Бам. Блин. И это, и человек позиционирует себя, ну, наверное, как учёный, да, ну, как биолог. Если я сейчас напридумаю свою вселенную, я буду неплохим писателем-фантастом. Но никак, не психологом, не биологом, пожалуй. Это какой-то тот щит. А, и РСП-шка у нас... О! Знакомые, знакомые мотивы начались. Выбора-то нету, вы понимаете? Только в окно. Или в петлю. На крайнем случае, я не знаю, таблетки. Ну, это на любителя. Ну, что я вам хочу сказать. Вы, конечно, правы. Правы те, кто пишет. В комментариях я тут, ну, вынужден признать и согласиться. Действительно, я свой диплом не показывал. И, пожалуй, чтобы его увидеть, вам, ну, нужно записаться ко мне на приём. Я вам тогда покажу обязательно его. И никак иначе. По-другому я показывать ничего не буду. И не хочу, в общем-то. Всем привет. Всем привет. Сегодня очередной выпуск с очередным персонажем. Я смотрю на реакцию в комментариях. И она мне даже в какой-то степени нравится. Продолжайте писать. Очень интересно за вами наблюдать. Очень интересно. Посмотрим, что будет дальше. Ну, давайте попробуем начать. Сегодня у нас чуть-чуть необычная история. Потому что канал один, а экспертов два. Это такой некий двойной удар. Посмотрим, о чём они говорят. Один, типа, мастер в отношениях, как я понимаю, между мужчиной и женщиной. И такое про мужское движение он будет рассказывать. А другой, биолог. Честно говоря, я об этом биологе ничего не слышал. Но, может быть, конечно же, это моя проблема, что я о нём не слышал. Но, тем не менее, давайте посмотрим и послушаем, что же они говорят. И как они дискутируют на научные и околонаучные темы. Сегодня пообщаемся с биологом, писателем и одновременно блогером Михаилом М. И начать хочу с вопроса как раз вашей тематики. Хотелось бы узнать, с точки зрения биологии, какой инстинкт доминировал у женщины в первобытные времена, а какой доминирует сейчас? Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ничего не поменялось на протяжении многих миллионов лет, нескольких. И в ближайшем возремом будущем точно ничего не поменяется. Вот тут я уже с ним соглашусь. По большому счёту ничего не поменялось в наших инстинктах. Единственное, что мы стали более социальными. То есть мы общаемся, мы находимся в социуме. И это даёт нам определённый сознательный уход от нашего животного. Хотя, безусловно, человек – это и животное, и социальное существо одновременно. То есть у нас присутствует и то, и другое. Поскольку речь идёт о межполовых отношениях между мужчиной и женщиной, этих инстинктов всего три базовых. И на этих трёх китах женское поведение стоит. Это инстинкт сексуальной провокации, любовь к пресловутым этим, то, что неправильно называется, альфачи, лучшие производители лучшего потомства несколько миллионов лет назад, и бытовая проституция. То есть секс за кормёжку. То есть вы уже ощущаете, надеюсь, весь накал нашей только начавшейся истории. Бытовая проституция – это, ну, конечно, заход с козырей сразу. ...с теми, кто в эти производители не годится. Всё. То есть в рамках этой общей схемы укладывается всё поведение современных женщин. Они всё это притащили в наше время, и будет укладываться ещё там во времом будущем, пока люди не вымрут. Если мы обратим внимание на пирамиду Маслоу, мы можем увидеть то, что на низких ступенях этой пирамиды располагаются совершенно инстинктивные базовые какие-то темы. Какие они? Это поесть, поспать и размножиться. Вот это, пожалуй, базовые инстинкты любого человека. Ну, и ещё, соответственно, выжить, пожалуй, да. Вот, вот, четыре. Вот это всё. Всё, что сейчас наш персонаж сказал, это... Хотел бы я почитать такую книгу по биологии, или, может быть, учебники есть, даже не знаю. Но если только генетики, то есть наука не дойдёт до такого уровня, когда учёные не поймут, где вот эти инстинкты пишутся в генетическом коде, и как-то это дело не подкрутят. Ну, это уже совсем уже такая фантастика. Ничего не... То есть много миллионов лет ничего не менялось, не меняется и не будет меняться. Это правда. Инстинкты, они как-то по уровну распределяются, или какой-то всё-таки ярче выражен? У средней, современной женщины, я имею в виду. Они... Они... Конечно, мы делаем... На каждой отдельной особи их пропорции, их исполнение, они немножко разные. Но вообще, по идее, они чередуются. И потом они могут выполняться одновременно. То есть обычно это сексуальная провокация, набегает множество мужичков, они ранжируются там... Сексуальная провокация. Насколько я могу понимать, да, о чём говорит этот человек, то скорее это, опять же, инстинкт размножения. Инстинкт размножения – одно из ведущих вообще тем, пожалуй, всех живых организмов на Земле. Вообще всех. Начиная от пресловутого коронавируса, который размножается, да, и распространяется, заканчивая людьми. И вот эта вот позиция типа сексуальная провокация – это, ну, лишь следствие. Причина размножения, ни больше, ни меньше. И дальше уже согласно современным социальным нормам в данном обществе. Либо она замуж выходит за кого-то по любви или там по расчёту. И параллельно ещё бывает несколько, значит, параллельно с этим товарищем ещё несколько тоже там по любви или по расчёту. То есть, когда как, это уже зависит. Заметьте, в наших персонажах есть прогресс. Либо по любви, либо по расчёту. То есть, уже про чувства мы начинаем говорить. Про какие-то, да, может быть, немного неосознанные, но тем не менее про чувства. И от воспитания, и от генетики, там, от разных причин. Ну, немножко индивидуально, да. А опять же, с точки зрения биологии, как по-вашему, почему у нас в стране столько разводов? Официальный брак? Вот сразу же, вопрос, отвечу вопросом на вопрос. А при чём здесь развод, социальная сфера и биология? Как это можно связать биологию и социологию? Вот именно в данном контексте. Это явление очень искусственное, противоречащее социальной структуре человека как вида. И очень недавнее. То есть, он, этот самый, вот эта семья, брак в той или иной форме, там, это множество всего было, они вообще возникли где-то 8 тысяч лет назад? Очень недавно, очень недавно. 8 тысяч лет назад, очень недавно. Помнится, я как-то спорил с одним родновером, то, что вот наша истинная вера языческая, вот куда мы должны, мы все пропитаны, мы все пропитаны этой верой, Велесом, Перуном и прочим, прочим, прочим. Безусловно, когда-то это было, но, например, тоже христианство, ну, в данном случае, естественно, про другие конфессии не говорим, я говорю именно про христианство. 2 тысячи лет уже, 2 тысячи лет на нашей земле, и мы исповедуем уже 2 тысячи лет. И, как бы, христианская культура максимально вокруг нас. Это про отдельный ролик, естественно, если хотите, я его запишу про это. Но, тем не менее, а тут 8 тысяч лет. Ну, как бы, новое какое-то, новое вение. Всего лишь 8 тысяч лет назад. После последнего ледникового периода, уже в историческую эпоху, вот, когда возникло производящее хозяйство, собственность, наследование, человечество очень сильно увеличило свою численность. Раздел имущества, и, в общем, уже, как бы, государство, страны, границы, законы, вот, примерно в том виде, в каком он к нам приехал. Тогда это все понадобилось. А вообще, нашим предкам, которые несколько миллионов лет назад не сильно отличаются от нас, это вот эта самая регистрация брака, она нафиг не была нужна. Были совершенно другие условия. Это были охотники-собиратели, которые очень недолго жили. Видите? Так, на секундочку. Для чего, в общем-то, был брак нужен в более ранние времена? Это совершенно была такая политическая история. Наше племя, мы выдаем девочку, вот с вашего племени вон там мальчик. Давайте дружить племенами. То есть, это такое объединение некое. И оно совершенно, ну, с одной стороны, искусственное в том плане, что без любви, а с другой стороны, совершенно понятно, для чего это, почему это, и зачем это нужно. Другой момент, то, что времена идут, безусловно, и все изменяется. Сейчас брак, он скорее, вот, не по расчету, да, конкретный, как в том примере, а уже по любовной. То есть, мы не будем сейчас, ну, кроме некоторых стран, назовем это так, мы не будем сейчас выходить замуж или жениться только ради того, чтобы наше богатство приумножилось, и у нас было больше безопасности. Вот, вот и все. То есть, такой брак по расчету, это скорее уже изжиток, безусловно. Эти пары, как бы, постоянно менялись. То есть, человеку, как виду, свойственно режим серийной моногамии. И, как сейчас выяснилось, экономически независимо от мужчины женщина, тут вдруг, вот, внезапно, 150 лет назад, женщина стала экономически независима от мужчины. Вот, человечество, благодаря успехам науки и технического прогресса, вошло вдруг в такую фазу. И этот самый пожизненный брак и семья, он с треском рухнул. Он никому не нужен, и, в первую очередь, не нужен женщине. Ну, то есть, опять же, мы возвращаемся вообще к нашим предыдущим товарищам и к этому. То есть, максимальная разность во мнении. Женщина – это такой манипулятор, им нужно только деньги, чтобы прокормить своего ребенка, от нас мужиков. Да-да, ты мужик, вот это вот все, да. И тут тема одна и та же. Но, как бы, женщина уже научилась быть самостоятельной, вы понимаете? Вот это вот все. Ребята, вы хотя бы в своем поле где-то определитесь, как бы, что к чему. Он противоречит инстинктивным программам. Поэтому, в лучшем случае, как говорится, любовь живет три года, и женщина живет... Чушь. Любовь живет не три года. Это может быть по-разному. И вообще, ну, тема любви – это отдельная история. Влюбленность, она может быстро пройти, безусловно. А влюбленность и любовь – это проразные совершенно. И вот эта фраза распространенная «Любовь живет три года», она просто из книжки достаточно популярного автора. В режиме серийной моногамии. То есть, любовь, беременность или небеременность, ребенок начинает бегать, любовь заканчивается, фаза агрессии к прежнему, вот этому объекту прежней любви. Вот. Тут вот вопрос психолога. А почему, собственно, появляется фаза агрессии? Из-за чего? Каковы причины этой агрессии? То, что любовь прошла, а почему она прошла? То, что вы не можете договориться, а почему вы не можете договориться между собой? Вот тут вот начинается психология откровенная. И обвинять всего лишь одну сторону в данном вопросе, без разницы, мужчину или женщину, не имеет смысла никакого. и чем следующего. И так вот несколько циклов. Наиболее благоприятная модель для эволюции, потому что невыгодно было нашим предкам иметь, чтобы женщина имела всех детей от одного и того же мужчины. Генетическое однообразие нету вариабельности на случай изменения внешних условий. То есть сейчас вот, благодаря экономической независимости, человек как нет, и особенно поведение женщины, вернулось к модели, которая обкатывалась эволюцией, и доказала свою жизнеспособность на протяжении многих миллионов лет. Но ведь все уже человек развивается, то есть есть там область в мозгу, неокортекс. Нельзя прям сказать, что только инстинкты доминируют над человеком. Вот как по-вашему, если опять же взять современную женщину, сколько идет инстинктивного, так сказать, животного, а сколько социального, более психологического? Вот, кстати, недавно 100% сейчас скажет, что у женщины, ну, на вскидку, она на 90% следует только инстинктам, повторюсь, пожрать, поспать, безопасность и размножиться. А вот мужик умный будет, вот, вот, там, там, мужика будет 40% инстинктов, потому что он за, за мысль, за прогресс, не то, что эти, дикарки. на эту тему думал, знаете, где-то, сейчас, где-то процентов 85% инстинктивного. Чего я сказал сейчас? Вот, 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 что это вообще? Вот как это? Если уж в процентах, а то меня ругают за проценты, что я занудный. Значит, 85% это чистый инстинкт. Чистый инстинкт. Пожрать, поспать, боевизвестности и потрахаться. Вот, на 80% женщина состоит. Исключительно из этого. Исключительно. Бывают некоторые. Разночтение в виде 20%, но это все. Значит, где-то 10% это социальные стереотипы, это статность. То, то, что принято в обществе, промывка мозгов. Вот, ну, то, что она видит, слышит, то, что принято среди подруг, то, что ей заливается в голову при помощи политтехнологий в данном обществе. То, что заливается в голову при помощи политтехнологий. Понятно. В общем, Путин опять во всем виноват. Продолжаем. Вот. И где-то 5% это генетика и индивидуальное воспитание. Вот так вот. А у мужчин такое же распределение? Нет. Так, так, так. Так, так, так. У мужчин не такое, а у мужчин побольше все-таки роли в социальном программировании, и в индивидуальном воспитании. Там не 5, не 10, там у мужчин может быть 50 на 50. Вот так вот. У них... Ну, почти угадал. Ну, почти угадал. Ну, ну, это настолько предсказуемая история, что просто на фотографии видны уши фотографа. Продолжаем. Какая роль эволюционная была? Они как раз двигали цивилизацию, они больше общались. Мало кто забывает то, что цивилизации, в общем-то, не существовало бы изначально, если бы женщины не рожали. Да? И это такая одна из первопричин того, то, что мы существуем, и мы продолжаем развиваться. Если... Ну, это банальная логика. Нет женщин, нет... Ну, как бы, нету продолжения рода, нет развития. Потому что в конечном итоге человек смертен. И от них требовались гораздо больше осознанных координированных действий и творческих прорывов в истории эволюции. Поэтому у мужчин немножко по-другому. Другая пропорция. Но тут нужно отметить, безусловно, я сейчас подумал, то, что многие считают, что женщины более воздушные, более такие в мире грез находятся и так далее, нежели мужчина. А мужчина приземленный, ему надо добычу, вот это вот все. Не совсем так. Во многом мужчины действительно живут в мире идей. И вот эти все мои выпуски как раз говорят об этом. То, что мужчина находится в каком-то мире идеальном, в мире идей, им нужен идеал. А женщина действительно, у нее есть задачи конкретные, чтобы ребенок был сыт, чтобы очаг был, условно говоря, горел и так далее. То есть, она обустраивает, а мужчина действительно проецирует и в плане разговора про цивилизацию, то, что мужчина во многом выстроил цивилизацию, она имеет место быть, безусловно. Опять же, раз мы начали об инстинктах, давайте тогда мужчину рассмотрим. У него сейчас, у современного мужчины, какие основные инстинкты? Можно немножко менять, это комплексы. Значит, первое, самосохранение, чтобы как бы беречь себя, не сдохнуть, тебя там не привели. А у женщин нет самосохранения, вот опять же возвращаюсь. Как будто бы у женщин нет самосохранения. То есть, если он биолог, он должен знать, что инстинкт самосохранения даже у инфузории туфельки имеется. Ну, как бы, ребята, камон. Не убили. Вот второй, физическое выживание, просто, чтобы было, где жить, во что одеться, чтобы покушать. Третье... А женщины по барабанам, живу, где хочу, пойду под мост, вот я там сейчас обустроюсь. Ну, блин. Специальный, потому что человек, животное, групповое, в одиночку ему плохо. То есть, лучше, как пел Высоцкий, лучше чертом, чем с самим собой. Отсюда вытекает... Лучше чертом, чем с самим собой, это про страх встретиться с самим собой. Кстати, это одна из тем вообще моего блога, то, что не нужно бояться встречаться с самим собой. Это, возможно, больно, возможно, неожиданно, да, но это очень важно. И лучше самим собой, чем с чертом. Четвертый, по-моему, у нас, это ранговый, и поскольку человек находится в обществе, ему нужно занять в иерархии наиболее высокое место. Обратите внимание, как он интересно говорит, женщина – это женщина, 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 а когда мы начинаем говорить про мужчин, да, он начинает говорить, человек должен находиться. То есть, как бы мы объединяем, женщина – не человек, ну, судя по логике. В патологичных формах, они почти всегда патологичные, самый мерзкий инстинкт. Вот, далее идет пятый половой, собственно, любимая тема молодежи, отношения с женщинами и так далее. Далее, шестой, по-моему, шестой – родительский, то есть, передать свой интеллектуальный потенциал, не только генетический, но интеллектуальный, в будущее, потом детей воспитывать, не у всех есть. Творческая реализация, что-то такое делать, вообще новое в этом мире. Потом, новых ощущений, это общечеловеческий инстинкт. Инстинкт новых ощущений. Это совершенно психологическая история, и к инстинктам оно не имеет никакого значения, то есть, максимально. Это и про эмоции. Ну, камон. Это, я бы даже сказал, новое ощущение – это в какой-то степени даже про тонкость эмоций. То есть, мы знаем какие-то базовые, там, страх, радость, печаль и так далее. А если ты ищешь что-то новое, да, это, ну, явно не про инстинкты. И последний, чисто мужской, которого нет у женщин, по-моему, вот у меня девятый получается, это надличностных ценностей, то есть, это способность мужчин объединяться ради какой-то высокой идеи, причем она может быть со знаком плюс, со знаком минус, и которые, и совершать какие-то действия, которые запросто могут завершиться уже после окончания индивидуальной жизни. и за эту идею жизнь не жалко отдать. Да, конечно, то-то идея феминизма, она, наверное, чисто мужская, исключительно мужская, потому что женщины не собирались на собрание, они говорили, то, что нужны права женщинам, они, естественно, никто из них не был на передовой, нету ни одного ученого женщины, ни одного, которая уже умерла, но делая их живо, ни одной, вообще. Ох, накалк, продолжаем. То есть там в космос лететь, и там, и те, есть у нас одна женщина-космонавт, если вы понимаете, о чем я. Да.